11.05 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». И это рубрика «Урбан». Урбан. Программа о городских проектах. Да, все верно. Рубрика «Урбан» и ведущая передача Светлана Назанько. И Владимир Сметанин. Два часа сегодня будет продолжаться «Урбан». И так получилось, что сегодня темы у нас вытекают из прошлых эфиров. Мы договаривались с нашими гостями. Но перед этим давай все-таки, Свет, поздравим всех, кто имеет отношение к воздушно-десантным войскам с профессиональным праздником. Давай, поздравим. У нас в студии находится генерал-майор в отставке. Я думаю, что он тоже присоединится к поздравлениям. Да, Виталий Викторович. Я всех поздравляю с 87-й годочиной со дня создания воздушно-десантных войск. И я думаю, что лозунг «Никто, кроме них» это, наверное, очень такое приемлемо. И сегодня они проведут праздник достойно. Город останется в хорошем состоянии. Городская среда. Мы пожелаем, чтобы себя аккуратно вели. Я их поздравляю в 10 часов, я их попросил, чтобы все было проведено на хорошем десантном уровне, без погромов. Владимир Быков, председатель законодательного собрания Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Еще раз добрый день. И вместе с Владимиром Васильевичем сегодня у нас в студии тоже Роман Зяблых, заместитель секретаря регионального отделения «Единая Россия». Добрый день. Добрый день. На сайте эхакирова.ру и в группе ВКонтакте есть опрос. Работа по благоустройству дворов в Кирове этим летом заметна более, чем обычно, почти незаметна. Заходите, голосуйте. Мы в течение нашего первого часа будем подводить итоги. 211-101 номер телефона прямого эфира. 211-101. Высказывайтесь на эту тему как раз. Какие именно работы вы замечаете? Хвалите или предлагайте что-то конструктивное? 211-101. Ну, мы правильно, Володя сказал, что мы этот эфир планировали прямо здесь в студии при предыдущей нашей встрече с Владимиром Васильевичем. И связано это с тем, что на прошлой неделе, в понедельник, в Краснодаре прошел крупный форум 24 числа, да? Прошел крупный форум, посвященный, собственно, масштабному проекту, который проводит «Единая Россия» по благоустройству наших городов. Да, все верно. И Владимир Васильевич сказал, что отправится на этот форум вместе с коллегами и по приезду обратно расскажет, собственно, чему был посвящен этот форум, какие задачи ставятся, что конкретно будет делаться в нашем городе. Все мы прекрасно знаем, что у нас в том числе объявлена реализация программы формирования комфортной городской среды. И вот мы, честно говоря, задались вопросом, а работы-то вот уже ведутся? Потому что, ну, незаметно, по крайней мере, для нас. Вот хотим выяснить, что же все-таки делается и вообще значение этого форума. Что это было? Только вот, ты понимаешь, Владимир Васильевич, мы, наверное, сегодня будем о каких-то частностях говорить, потому что глобальные задачи уже и Владимир Васильевич не раз обозначал и цифры называл. А вот какие-то частности, действительно, о чем говорили ваши коллеги на форуме, каким опытом делились, нам еще более интересно. Действительно, 24 июля в Краснодаре состоялся форум. На этом форуме присутствовал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Леонидович Медведев. Он является лидером нашей партии. Присутствовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мень, Михаил Мень. И многие координаторы всех тех партийных проектов, которые сегодня реализуются на территории Российской Федерации. Значит, форум носил название «Городская среда». Было четыре площадки. Это комфортный двор, это городские общественные пространства, благоустройство малых городов и городская среда, стандарты и индексы качества. Вот если говорить не в масштабе, а если говорить о частности, то на этом форуме, собственно говоря, были предложены проекты, представлены различных наших регионов, и о том, чтобы выработать и поставлена задача, чтобы в этом году были выработаны стандарты. Вот что нужно делать в каждом городе. А вы лично в какой площадке? На какой площадке вы имеете в виду? Я участвовал в «Городская среда», «Стандарты» и «Индексы качества». Потому что для нас очень важно, чтобы мы понимали, что мы хотим сделать для того, чтобы в городе люди себя чувствовали комфортно. И могли, вот как приходят в сквер имени Шестидерети СССР, и там люди себя чувствуют комфортно, отдыхают, и всем там нравится. Нравится фонтан, нравятся лужайки, нравятся скамейки, и они вместе с детьми там отдыхают. Поэтому таких мест очень должно быть много. Почему вы именно этот сквер привели? Для примера, он последний из сделанных? Мы говорим, он не последний. Он не последний, и сейчас работа ведется. И в этом году мы продолжим работу. Парк имени маршала Конева, значит, да? Кочеровский парк. Кочеровский парк. Будет приводиться, и там грандиозные будут работы вестись. Там сейчас заканчиваются конкурсы, город заканчивает. И будет приходить благоустройство Парк Победы на Авиадском районе, значит, на МДК парк. Поэтому говорить о том, что работа не ведется, это вот последний. Нет, она идет. Нет, я-то имел работу во дворах. Благоустройство дворов. Во дворах. Работа ведется в 58 дворах. Те дворы, которые сегодня попали в программу, вот 58 дворов, они, в них уже работа ведется. Конкурсы проведены, и есть перечень этих дворов, и там работы выполняются. Вот итоги этого форума заключаются в том, чтобы мы определились и привлекли граждан к тому, чтобы они участвовали в этой работе. И они говорили, что они хотят сделать на территории своего двора. Что они хотят сделать на общей территории. Что они хотят увидеть в парке, в том или ином. И исходя из этого, мы говорим, что на сегодняшний день партия «Единая Россия» будет проводить работы с населением. И вот, собственно говоря, вот эти 58 дворовых территорий, которые мы в этом году отвергнемонтируем, мы в этих дворовых территориях будем проводить праздник двора. Вот когда закончится там работа, мы будем приглашать представителей соседних дворов, представителей наших центров местной активности. Для того, чтобы мы вот этот опыт показали всем остальным. Чтобы все остальные включались в эту работу. Потому что вот этот проект «Городская среда», он рассчитан с 2017 по 2022 год. То есть работа завтра не заканчивается. И вот то, что прозвучало на форуме, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что он уже поставил задачу. И средства на 18-е и 19-е и 20-е годы развития на этот проект заложены. А в этом году 20 миллиардов? В этом году 25 миллиардов. Поэтому точно такая же сумма заложена уже и на 18-е годы. Будут возможности бюджета позволять, эта сумма будет увеличиваться. Почему? Потому что действительно мы хотим сделать, чтобы наши города, вот места общего пользования, где люди проводят праздники, были приведены в порядок. Вот исходя из этого, мы говорим, что я присутствовал. Городская среда, стандарты и индексы качества. Что же, к чему мы должны прийти? Что на сегодняшний день люди хотят видеть у себя? Ну, во-первых, хотят видеть детские площадки. Хотят видеть спортивные площадки. Вот особенно на сегодняшний день, все говорят, очень пользуются и у нас популярностью, вот уличные тренажеры. У нас тоже такие тренажеры в городе имеются. И поверьте, там все время люди занимаются. Вот последние тренажеры, которые мы сделали вместе со Сбербанком России на набережной Грина, ну, там постоянно и детвора, и взрослые, и даже пожилые люди занимаются. Что было еще сказано? И Дмитрий Анатольевич Милевич познал, что основная нагрузка должна лечь именно на федеральный бюджет. То есть люди будут участвовать, и если бизнес должен участвовать в этих проектах как можно, будем говорить, эффективнее, то вот сами жители, они по мере своих возможностей. То есть мы на сегодняшний день, и партия «Дневная Россия» ставит, что вот все дворы, все места общего пользования и отдыха мы должны привезти за счет федерального бюджета. И эти средства выделяются. Если говорить конкретно, что у нас делается, ну, я могу привести, по городу я уже говорил, по паркам, да, во всех остальных районах у нас тоже везде ведутся дела, везде ведутся работы. Вот смотрите, в проекте «Парки малых городов» участвуют 8 городов. Яранск, Советск, Сосновка, Зуевка, Малмыш, Орлов, Мураши, Налинск. То есть вот куратор вот этого проекта крепостного Валерия Васильевич буквально на днях был в Налинске, где вместе с жителями там еще раз обсуждали, что нужно сделать. Поэтому задача стоит в том, что мы, мы не просто в больших городах, а именно сегодня задача поставлена и в малых городах с населением меньше 250 тысяч населения. Вот здесь мы работаем. Тоже до 2022 года? Да, да, общий проект до 2022 года. Я могу вот сказать, и Роман Юрьевич подтвердит, что на сегодняшний день, наверное, проблема в том, что многие жители не знают, что нужно, какие нужны документы для того, чтобы подать и участвовать в этой заявке. Я вот хотел бы, чтобы Роман Юрьевич сказал об этом. Давайте все-таки чуть позже, сейчас у нас звонок от слушателя, мы все-таки заявляли, да, что принимаем. Звонки 211-101, вы в эфире, добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Это Игорь из Кирова. Да, у вас вопрос? У меня не вопрос, у меня это мысль такая, ну, предложение. Нельзя ли у дворца мемориала в одном из углов церковь поставить? Это вроде не противоречит то, что и мемориал есть, и дизайн улучшит. У дворца пионеров мемориал просят поставить церковь. Спасибо, Игорь, мы вас поняли. Я думаю, что идея, это уже... Она есть, она уже в проекте, насколько мы знаем, активистов дворца пионеров мемориала. Я думаю, что любая инициатива граждан, она будет рассматриваться жителями этого района, и если там уже есть такая инициатива, это будет притворяться в жизни. И единственное, что мы должны это все обсуждать, обсуждать вместе с населением, которое участвует, собственно говоря, уже сегодня в благоустройстве этого района. Так что предложение прозвучало, давайте будем обсуждать. Да, Игорь, вы зайдите на сайт, пожалуйста, «Больше, чем парк». Там есть уже даже выигравший в конкурсе проект, голосование прошло. И вы можете писать туда свои комментарии. Насколько мне известно, Анатолий Курбатов, активист движения «Красивый Киров», сказал, что там будет что-то типа часовни или церкви. Сейчас мы прервемся буквально на одну минуту и перейдем к подробному обсуждению тех идей и постулатов, которые прозвучали на форуме в Краснодаре. Урбан. Программа о городских проектах. Да, все верно продолжается программа о городских проектах. Мы здесь с Владимиром Сметаниным и нашими гостями Владимиром Быковым и Романом Зяблах говорим о том, о чем говорилось на форуме «Единой России» в Краснодаре, который был посвящен большой масштабной программе по благоустройству городской среды. Вот, если позволите, несколько моментов уточняющих, потому что много материалов мы пересмотрели с Володей перед тем, как готовились к эфиру. На сайте Кировского отделения «Единой России» очень активно освещалось это мероприятие. Да, и хорошо. Там очень много высказываний на самом деле. Но, во-первых, невозможно не процитировать Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что чем красивее и удобнее город, тем больше туда едет высококвалицерных специалистов. А те, кто вырос в этом городе, не хотят оттуда сбежать как можно быстрее. Тем охотнее вкладывается инвестор, развивается туризм, в результате меняется жизнь людей. Но тут вот под каждым словом, мне кажется, любой человек подпишется и понимает, что никакие другие механизмы не привлекут людей в город и не заставят его подумать о том, чтобы завести здесь семью и действительно обосноваться. Но дальше вот очень интересно, что говорят эксперты и что говорит Дмитрий Медведев. И вы, Владимир Васильевич, говорили о том, как, собственно, финансируются эти проекты. То, что приходят огромные федеральные деньги, это, конечно, замечательно. Потому что это основа, это такая гарантия. Но Медведев сказал еще следующее, что в некоторых случаях необходимо бизнес привлекать, государственно-частное партнерство. Вклад же людей, которые живут на конкретной территории, должен быть очень разумным. В противном случае мы просто отпугнем жителей, горожан. Они подумают, что государство решило предложить на них все тяготы благоустройства дворов. В нашем случае как происходит? Вот эти 58 дворов, которые в этом году запланировано отремонтировать, мы знаем, что некоторые уже в процессе, некоторые даже еще не приступали. У нас было какое-то софинансирование горожан? Или бизнеса, возможно? Значит, у нас по вот этим заявкам софинансирование горожан не было. Здесь было и федеральные средства, городской бюджет и областной бюджет на дворовые территории. Поэтому, если там жители что-то будут предлагать свое, то здесь мы можем обратиться к ним за помощью. Что касается бизнеса, то, поверьте, городская среда начинается не только с ремонта старых дворовых территорий, она начинается и с благоустройства на новых территориях, которые мы сдаем. Ведь мы вот эти дворовые территории, которые ремонтируем и приводим в порядок, их никто не ремонтировал со дня строительства этого дома. А опыт и, собственно говоря, прошлое показывают в том, что там никто этим благоустройством не занимался. Построили дом, кое-какие дорожки проложили, чтобы можно было зайти, и строители уходили, начинали строить следующий дом, и рапортовали там какой-то дате. Сегодня вот это все приводится в порядок. Поэтому мы привлекаем бизнес к тому, что строят они там микрорайон «Солнечный берег», чтобы Кировспецмонтаж в этом микрорайоне уже сегодня благоустраивал так и сохранял это благоустройство. То есть у них управляющие компании, которые там работают, они должны создать там благоприятную среду для проживания и в последующем ее поддерживать. Мы привлекаем именно строителей в этом направлении. И, поверьте, строители очень охотно идут навстречу. Помимо этого, вот если брать тот же, просто будем говорить, там парк «Победы», установка там создания фонтана, это тоже мы прича... Фонтан был построен на средства, привлеченные за счет наших, будем говорить, бизнесменов, которые, в общем-то, вложили средства. И создание всех бюстов маршалов «Победы» — это то же самое. Я к чему этот вопрос задала? Мы помним прекрасно, как начинался проект. Он, в общем-то, был достаточно внезапным. И сроки, которые были заявлены для подготовки документации, подачи заявок, и в том числе сроки, которые сейчас городская администрация, подрядчики и правительство должны исполнять, они очень сжатые. Учитывая, что опыта таких масштабных проектов не было, мы понимаем, что есть, безусловно, я не поверю, если вы мне сейчас скажете, кто-нибудь из вас, что не было накладок, не было проблем, не было внезапностей каких-то. Случалось же это, да? И вы, Владимир Васильевич, сами сказали в своей речи по итогам форума, что вы не подводили итоги на этом форуме, а пытались проанализировать старт. Так вот, на этом старте что вы поняли? Что у нас не хватает? Активности граждан, еще раз, планов многолетних по конкретным дворам, улицам, скверам и прочее, софинансирование, действительно, специалистов, подрядчиков не хватает, архитекторов, чего? Для того, чтобы вот эти проекты притворять жизнь, у нас, будем говорить, первое, чего не хватает, и вот в этом году, с чем мы столкнулись, это действительно проектов и смет, для того, чтобы можно приступить к работе. Вот сегодня мы видим, что у нас на пять лет эта программа будет работать, мы уже сегодня говорим, давайте все будем готовить проект, а к этому проекту смертную документацию. Давайте все это кто? Все жители города, кто хочет привезти свой город. Жители двора? Конечно. Кстати, проектно-составление проектной документации, это чья задача? Жители инициативных? Проектно-составление документации, это задача территориального управления. Жители, которые хотят участвовать, вот мы смотрите, мы получили 140 заявок. 141, говорится, на сайте городадминистрации. 141 пусть будет заявка. А сегодня отобрали 58, которые будут приведены, которые будем, ну, будем говорить, мы отремонтируем. Но там речь идет об элементарном устройстве все-таки. Освещение, урны, проезды. А если что-то хотят дополнительно, то люди должны доплатить. Здесь, да, здесь, вот мы почему говорим? Мы говорим жителям, что вот это мы с вами делаем, а если что-то еще хотите, давайте будем участвовать вместе с вами. Ведь поймите правильно, когда принцип наш, вот все говорят, в городе, ну, там, не убирают. Кто должен убрать? Значит, должна убрать администрация. А кто намусорил? Ну, не администрация, правильно? Во дворе там каком-то. Поэтому мы и говорим, что если мы хотим, вот, навести элементарный порядок, значит, нужно самим в этом вопросе и участвовать. И поверьте, вот в том дворе, где жители хотя бы там какие-то средства свои вложили, они уже будут делать и замечания тем, кто там, как у нас, говорят, вот детскую площадку сделали, там сидят и пьют пиво взрослые, да. Они уже там выгонят этих людей, которые там будут что-то делать не то, для чего предназначена эта площадка. Поэтому на сегодняшний день мы столкнулись, и это не только у нас, а о том, что нужно готовить проектно-смертные документы. Вот дальше мы идем по ремонту дорог. Мы попали... Простите, Владимир, известно ли цифра, сколько все-таки людей вот из этих 58 дворов вложились дополнительно? Говорится, что с финансированием не менее 20%. Может, Роман Юрьевич удачный? Да, я готов в принципе ответить. Но немножечко дополню с самого начала. То, что география распространения проекта «Городская среда» касается 20 и парки малых городов, касается 22 муниципалитетов. 14 – это городская среда, и 8 – это парки малых городов. 58 дворов действительно прошли конкурс, но на сегодняшний день будет отремонтировано чуть больше дворов, потому что прошли торги, и, соответственно, денежки... Есть сумма сэкономленная. Да, есть сэкономленные денежки, и городской общественный совет распределил эти ресурсы, и будет отремонтировано уже 65 дворов. Но все-таки, Роман Юрьевич, будет отремонтировано как? Будет отремонтировано... Лавочки, фонари? Да, я сейчас вам объясню. 14 дворов – это те дворы, в которых жители сами включились в софинансирование. 14? 14, да. 20% – это тот минимальный размер софинансирования, который должен быть со стороны жильцов. Соответственно, в 14 дворах жители сами решили, что им сделать. Сделать ли дополнительно озеленение, спортивную или детскую площадку, либо что-то еще. Парковочку. Парковку, может быть, да. А в остальных? А в остальных решили пойти по самому простому пути. Это асфальтирование дворовой территории, это установка освещения, это скамеечки и урны. Вот если мы об этом говорим, как раз возвращаясь к площадке, которую посетил Владимир Васильевич, площадка, посвященная стандартам и индексам качества городской среды, то тот же Михаил Мень отмечал, что когда едешь с инспекцией по городам, то и спрашиваешь глав муниципалитетов о том, что они подразумевают под благоустройством и что хотят они сделать в рамках этой программы, то люди как раз сбиваются на урны, лавочки и фонарики. И Мень говорит в этом смысле, что не понимают задачи, которые стоят глобально перед страной. Благоустройство это не урны, лавочки и фонарики, это такие масштабные работы, которые полностью преобразуют нашу городскую среду. Легко уменью говорить. А когда мы живем тут без урны, лавочек, то, конечно, с чего-то надо начинать. Однако, Владимир Васильевич, возвращаясь к стандартам серьезным, тут ведь даже законом нам грозят, что эти стандарты будут прямо положены в законодательную базу и заставят архитекторов каких-то там вводить еще в штаты. Ну, вы знаете, люди, которые занимаются созданием проектов, у нас есть. А что касается законов, то я поддерживаю ту инициативу, которая прозвучала. У нас порой собственники зданий, и Дмитрий Анатольевич об этом тоже говорил, начиная особенно с собственников федерального уровня, ничего со своими зданиями не делают. Плюс к этим зданиям прилегает территория, которая относится к этому зданию. Так же, как территория относится к жилому дому. Это является территорией собственников этого дома, и они вправе на своей территории делать то, или что они там определяют для себя. Так вот, когда мы говорим о тех зданиях, к ним еще есть территория, которая прилегает. Мы пытались в городе заставить собственников магазинов, там, различных, там, заправок, стоянок, вот эту прилегающую территорию, которая является территорией муниципалита, приводить в порядок, потому что практически она используется, собственно говоря, в их деятельности. Нам это запрещали. Вот сегодня на федеральном уровне определяют, чтобы собственники всех этих зданий, я имею в виду не только там, в общем-то, говорят, а там и федеральные, но все-все-все-все, они отвечали за состояние своих зданий. Поэтому мы... И прилегающие территории, соответственно. И прилегающие территории. Поэтому, как только это законодательство будет принято, естественно, будут внесены соответствующие изменения в законной области, и муниципалитеты примут соответствующие изменения. И тогда вот именно в этом благоустройстве будут заниматься все. И тогда из магазина не будут выносить этот мусор и бросать за сторону, какой-то там за угол, условно говоря, да? А будут уже заключать договора на вывоз там того или иного там результата своей деятельности. И тогда процесс вот этот пойдет, будем говорить, более правильно и более целенаправленно. Вот Мень говорит, я, может быть, с ним соглашусь, но соглашусь и с вами. Наверное, нам сегодня проще, что поставить скамеечку и газон, по крайней мере, привести в порядок. Может быть, с этого начать. Почему у нас, вот мы говорим, в городе, особенно весной, там у нас много грязи. Потому что газоны неправильно, наверное, сделаны. И нужно действительно где-то поставить поребрику, где-то поднять бордюр, чтобы газоны были засеяны травой. Правильно. Да, правильно. А может быть, здесь нужен не архитектор, там и не тот человек, который будет. А может быть, нужны специалисты, которые будут заниматься благоустройством. И вот когда сегодня в городе масштабно происходят вот работы по созданию там клумб, мы хоть как-то стали вот эти газоны приводить в порядок. Поэтому благоустройство – это такая обширная тема. Но вот то, что на форуме прозвучало, что это ляжет и в какую-то законодательную базу, и это будет принято на федеральном уровне, тогда уже вот в городе будет, по крайней мере, и в районах проще решать вопросы вот с собственниками тех или иных там зданий, организаций и всего-всего-всего остального, что может, как бы сказать, повлиять на нашу работу. Поэтому я думаю, что в этом направлении благоустройство – такая тема очень большая. Можно говорить очень много, можно друг друга придавливать к стене, что вот там, а вот там. Но нужны люди, которые это будут делать. И их нужно тоже готовить. Мы сейчас прервемся на две минуты, у нас реклама. Роман Юрьевич что-то хотел добавить? Передадим слово после рекламы, к сожалению, не можем сейчас. Продолжается наш эфир. Напомню, что в гостях у нас Владимир Быков, секретарь рекотделения партии «Единой России», председатель законодательного собрания Кировской области и Роман Зиаблых, замсекретаря регионального отделения «Единой России». И мы передаем вот сейчас как раз-таки вам слово. Вы хотели допомнить? Спасибо. Я бы хотел еще коснуться итогов форума в части законотворческих инициатив. Там впервые решили ввести понятие общедворовой территории, поскольку вот сейчас, сталкиваясь с жителями домов, мы имеем, скажем так, понятие придомовой территории, но она же находится во дворе. И кто будет делать площадку? Несколько метров? Несколько домов? Несколько домов, да, но двор один. И кто будет делать площадку спортивную или детскую, непонятно. Это вызывает споры? Конечно, если складывается один дом, то они потом, а мы складывались, а вы нет. Или там, зачем нам детская площадка? У нас дети выросли. Дайте нам парковку. Да, дайте нам парковку. Зачем парковку? У нас нет машины. Вот эта история очень важная на самом деле. Тут как раз и Владимир Васильевич сказал, и премьер, я вижу, отмечал, что наши дворы должны стать уютными домашними, жителями, хозяевами. И тому есть множество примеров. Мы помним, какие были советские дворы дружные. Но я очень хорошо, и вы, наверное, знаете европейский и американский опыт, где комьюнити – это главное вообще для них. Комьюнити – это вообще главное. То есть что решила комьюнити, как ведут себя участники – это соседи, в общем-то. Это соседи. И здесь Володя в перерыве говорил о том, что вспоминал вывоз мусора, а Владимир Васильевич говорил, что если мы не мусорим, если у нас сознание и заложено, что у нас должен быть чистый, хороший, красивый двор, они должны там гонять машины и так далее, то у нас так и будет. Вот это важно, и мне кажется, что это действительно одна из самых главных задач вообще всего этого масштабного проекта – изменить наше сознание. Надеюсь, у нас это получится, тем более, что у нас есть хорошие примеры тому в Кировской области и в Кирове, ФМИ, ТОСы, которым нам стоит гордиться. Ну вот я могу сказать, что действительно, если брать территориальное общественное самоуправление, там, где люди сами наводят порядок, там действительно он и сохраняется, он и поддерживается. Возьмите и состояние подъездов, и состояние дворовой территории, там они уже как-то периодически что-то делают, какие-то маленькие такие ремонты, но в целом там уже никто не ломает, там не наезжают на бордюр, там не наезжают на газон, то есть вот или делают газон, там тот, который, в общем-то, позволяет ставить и машины. То есть ставятся такие бетонные решетки, там трава растет. Кстати говоря, праздники, о которых Вы сказали, праздники дворов, которые по итогам ремонта должны проводиться, они ведь направлены как раз на объединение соседей. Вот они направлены на то, чтобы мы показали людям, что вот можно это все сделать, а теперь нужно с Вами, устроив здесь праздник, этот праздник сохранить, чтобы этот праздник должен быть каждый день. Вот поймите правильно, что вот этот проект партии «Единая Россия» – это государственная задача. Это не просто вот просто взять там, убрать всех людей, везде все заасфальтировать, все покрасить, а потом снова запустить, а потом снова зайдут, и там через какое-то время там снова все будет порушено. Надо сделать так, чтобы люди участвовали. Почему партия говорит, почему мы говорим о том, что обсуждать с людьми, участвовать. Да, 141 двор, мы говорим, участвовал, но не все попали. Но ведь люди уже задумались, они уже хотят попасть в эту программу. И вот то, что эта программа будет не один год, и вот о чем Роман Юрьевич говорит, что есть перечень документов, которые они уже сегодня будут готовить. И они уже себя готовят к тому, что надо сделать все красиво, привести все в порядок, а потом это сохранять и содержать. Расскажите нам, Роман Юрьевич, как вот уже сейчас идет подготовка к следующему сезону? Идет ли она? Ну, на сегодняшний день критериев каких-то дополнительных на 2018 год пока нет. Но что, собственно говоря, должны сделать жители, чтобы попасть в эту программу? Сделать, собственно говоря, нужно не так уж и много. Нужно захотеть в нее попасть. Второе, нужно... На сайте городской администрации есть инструкция. Нужно, чтобы в доме было какое-либо самоуправление, тост, СЖ, совет дома. Нужно подготовить дизайн-проект, провести общее собрание жильцов и определить, что они хотят и где сделать, где лавочка, где парковка, где площадка. Ну и тогда уже направлять заявление в территориальное управление. И сейчас это можно уже делать? В принципе, нужно уже это делать сейчас, поскольку процесс, как вы видите, в этом году был достаточно такой быстрый. Но многие, да, не успели, многие не поняли, каковы правила игры. Поэтому, конечно, нужно делать это уже сейчас. А есть ли условия успешной реализации в этом году для того, чтобы было выделено в следующем финансировании? Оно есть. Я думаю, что дворы, которые попали в этом году, вряд ли попадут в следующем. Нет, я имею в виду, мы должны вот все сделать, то, что у нас вот эти 220 миллионов на этот год выделены. Да, у нас там не 220, а 280 миллионов. Это общая сумма на регион. Это общая сумма на регион. А на Кирове 220? Нет, порядка 170 миллионов. Нет, здесь поменялось, потому что мы действительно правильно пошли. Не в том, что вот именно все в Кирове. И в города тоже выделили средства. Поэтому у нас 285 миллионов. Там есть софинансирование области, есть софинансирование муниципалитетов. В целом там 300 миллионов рублей. Поэтому такая же сумма у нас будет и на следующий год. Это точно уже? Это точно уже. Если будут экономические возможности добавить, то партия говорит о том, что могут быть средства увеличены. Мы говорим о том, что участие говорит о том, что вот все планы, которые на этот год, они должны быть выполнены. То есть вот 285 миллионов, которые мы получили от Федерации, свои деньги. То, что мы спланировали, мы должны это все выполнить, закончить, принять. Качественно все это выполнить. Не освоить, а выполнить, сделать. И это нам дает возможность участвовать на следующий год в этой же программе. Мы говорим о том, что, почему это государственная задача, поэтому вот три города, Кирово-Чепецк, Киров и Слободской, попали в так называемые 40 агломераций, которые получают федеральные средства на дороге. Миллиард 300 мы получили. На следующий год цифра тоже известна. 1 миллиард 400. Но при условии, что мы вот эти все средства в этом году выполним, освоим, качественно отремонтируем все дороги, и эта работа будет продолжена на следующий год. Там программа на три года. Поэтому, видите, очень много программ, и поэтому я еще раз хочу сказать, что мы обращаемся к жителям. Давайте будем, потому что мы же сегодня на сайте администрации города, там уже большой перечень улиц, переулков, дворов, где что хотят люди сделать. Это очень важно. 4 тысячи проголосовавших. Да, я могу сказать, что даже сегодня, опять сказать, я агитирую или занимаюсь агитацией, вот наша оппозиция, уже зная о наших проектах, приходит и говорит, да, это вот мы завтра здесь вам будут ложить асфальт. Там действительно приходит ложить асфальт, потому что это было спланировано, это находится в планах. Поэтому наша задача не просто объяснить людям, а просить людей, чтобы они активно участвовали в этой работе. Вот мы говорим о проектах, мы говорим о сметах, это же нужно время, поэтому вот в этом году так у нас все идет. А если мы вот в зимний период времени будем спокойно думать, рисовать, писать, обсчитывать, на следующий год все пойдет веселее. Да, вопрос у нас остается 5 минут, что касается рачительного использования денежных средств, о которых вы говорите, хотелось бы, чтобы прозвучали конкретные фамилии и должности тех людей, которые у нас отвечают за этот проект, и которые будут отчитываться вот за это самоиспользование, которые понесут весь груз ответственности за этот проект. Ну, вы знаете, весь груз ответственности у нас за партийный проект отвечает в городе по городской среде камышев, по паркам, скверам Крепостнов, Валерий Васильевич, по домам культуры отвечает Азимов Рахим Азизбович вместе с Бурковой Галиной Игоревной. Вот основные те проекты, которые идут и за которые отвечают. А из чиновников? Из чиновников все те руководители городов, районов, где происходят эти работы. Муниципальное образование город Киров, Валерий Николаевич Владыкин, Александр Викторович Перескоков. Оба члена партии «Единая Россия», они понимают всю ответственную задачу. Я вижу, что в городе в этом отношении спрос. А деньги-то в какой кубушке? В партийной? Как они могут быть в партийной кубушке, Володя? Это государственные средства. Это государственные средства, которые партия «Единая Россия» выделена на эти проекты. У нас партия «Справедливая Россия», КПРФ за бюджет не голосует. Они не могут просто этого сделать. Почему не могут? Они не могут в силу того, что их слишком мало решать. Давайте мы не будем политику сейчас сюда вмешивать. Я в политику не вмешиваю, и даже средств не надо. На субботник кто выходит? Ответственные люди выходят на субботник. Ответ, значит, безответственные люди. Все-таки, а в правительстве у нас кто за это отвечает? Ольга Куземская, правильно? Она курирует. Шульгин курирует. Шульгин. Он. Вот эти проекты. Все. Это изменения. У нас есть звонок. Давайте примем. Остается пару минут буквально. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Вера Тарабских. Каратина 50. Я представитель Совета Дома. Мы, к сожалению, наш двор не попал в программу в этом году. Хотя все документы и вовремя было все сдано. И у меня вопрос. Почему бы дома, которые не попали в этом году в программу, автоматически не перенести на следующий год? Мы что, должны снова собирать вот эти 20 листов документов? Снова готовить эти материалы, для того, чтобы снова попасть в программу? Снова не попасть в программу? Вера, мы вас поняли. Спасибо. Роман Юрьевич, вам не нужно собирать 20 количества листов. Вот у вас есть проект. Вам надо будет просто уточнить смету по ценам следующего года и участвовать в проекте. Вот и все. А когда? Давайте конкретно скажем. Как закончим работы, будет объявлен конкурс на следующий год, и они будут автоматически станут. Ближе к концу года, да? Конечно. 140 проектов, они же учтены. И поэтому ничего нового. Надо просто будет смету уточнить, и на этом вся работа будет у вас закончена. Так что не переживайте. Еще один момент, можно? Да, конечно. Да, вот так как я живу в районе, микрорайон Дружба, вот мы считаем, от имени жителей микрорайона, я считаю, что нас незаслуженно забывает старый хороший зеленый район. Посмотрите улица Красина в каком состоянии. Там больница, школа, больница, школа. И одни ямы и ухабы. Жаль, что никто не вспоминает об этой улице. Она очень социально значима. Вера, скажите, пожалуйста, а вы голосовали за ремонт как раз дорожный? Потому что проект... Да, мы об улице Красина регулярно сообщаем, все управления участвовали в голосовании. Но состояние улицы ужасное, ужасное. Спасибо. Я обещаю, что напомню администрации о том, что вы очень сильно просили, чтобы обратили внимание на улицу Красина. Обратим. Еще один короткий вопрос хочется задать. Дмитрий Анатольевич заявил на данном форуме, что должна быть создана концепция развития российских городов до 2025 года. Такая концепция у нас будет? У нас есть и стратегия развития городов, поэтому она каждый раз уточняется. А вот что касается благоустройства, вот здесь мы будем работать. В новых стандартах уже, да? Конечно. Разрабатывать новую концепцию. Мы сейчас уточним все вот эти проекты, которые были рассмотрены. Будет подготовлен такой общий перечень, блок вопросов. Будет внесено изменение в законодательство федеральное. И на основании этих документов мы, конечно, будем готовить именно концепцию благоустройства благоустройства не только городов, таких больших и крупных, но всех остальных. Поэтому у нас есть возможность сейчас заводить средства на благоустройство и через программы моногородов. И в этом году очень активно в этом направлении у нас работают наши города. Поэтому я думаю, что если вот эти все проекты и программы объединить в единое, то получится, в общем-то, такой хороший шаг в движении по благоустройству наших городов. Мы понимаем, что каждый вопрос из тех, которые были подняты на форуме в Краснодаре, требует отдельного абсолютного эфира, потому что многогранные такие. Хочется в подробностях их забрать. Сегодня сконцентрировались на дворах. Самое важное, работы идут, и заявки на следующий год уже принимаются. Поэтому, пожалуйста, не зевайте жителей. Если вы готовы объединяться, если вы готовы вместе трудиться, если вместе с соседями хотите облагородить свой двор, то уже, пожалуйста, прямо на сайт городской администрации участвуйте там. И я надеюсь, что действительно в следующем году еще круче у нас будет проект. И на сайт партии «Единая Россия». Владимир Быков и Роман Зяблых были сегодня в нашем эфире. А мы в следующем часе не оставим тему урбанизации. Будем говорить о ливневках. 211.101. Готовьтесь. Урбан. Программа о городских проектах. Программа о городских проектах.